Допустим, японцы раскусили нашу игру. И что они могут ей противопоставить? Допустим, японцы раскусили нашу игру. И что они могут ей противопоставить? Прямая речь, стоит ли уступать в территориальном споре о Курилах? Коммерсант от 27 января 2019 года, 10.58.22 января в Кремле состоялись переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абе о судьбе Курильских островов. По итогам встречи господин Путин дал понять господину Абе, что не готов обсуждать передачу двух островов, но выразил заинтересованность в подписании мирного договора. Твердый знак спросил политиков, политологов и жителей Курил, как Россия стоит поступить со спорными территориями. Валерий Кистанов, руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока Ран. Фото, Итфран, что мы понимаем под словом «уступить». Если передать суверенитет, то не стоит. Если как-то расширить возможности совместного экономического сотрудничества на этих островах, но под российским суверенитетом, тогда да, возможно. Под управление Японии передавать ничего не стоит, а возможные условия 2 на 2 японцы не примут, это совершенно очевидно. Все слухи о том, что Б. Синдзабе, премьер-министр Японии, твердый знак, готов в соответствии с декларацией ограничиться двумя островами, не имеют под собой никаких оснований. Константин Затулин, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связи с соотечественниками. Фото, Дмитрий Духанин, коммерсант. 25-я встреча Путина с АБ, вокруг которой взвинчивались страсти, не могла принести ничего нового. Власти России исходят из того, что переговорам ради переговоров нет альтернативы. Сам факт переговоров удерживает Японию от чрезмерной вовлеченности в западные санкции против России, побуждает развивать с нами отношения ради демонстрации своего дружелюбия. А нужны ли нам хорошие отношения с Японией? Безусловно, с учетом нашего технологического отставания и уязвимости Дальнего Востока. Допустим, японцы раскусили нашу игру. Скорее всего, так и есть. И что они могут ей противопоставить? Хлопнуть дверью, уйдя из переговорного процесса, не в их интересах. Иосиф Рейхельгаус, режиссер, худрук Московского театра школы современной пьесы, фото, Илья Питалев, коммерсант. Всем приятно, что Крым российские и острова Курильской гряды тоже. Это такая психологическая установка. Все наши и все замечательно. Но с такой великой страной, как Япония, и стоящие у них за спиной Америкой должны быть реальные, внятные, законные отношения. Все как с Крымом, по документам нужно соблюсти букву закона. Хорошо ли, нет ли, но если была подписана в 1956 году декларация, Хрущев дал обещание вернуть два острова в случае подписания мирного договора, то должны компетентные люди рассмотреть все это и сделать некие по возможности объективные выводы. Нельзя руководствоваться только эмоциями, не отдадим все наше. Россия загнала себя в угол неправовыми решениями, а теперь еще и поддержкой диктатора Мадуро, от которого отвернулся весь цивилизованный мир. Авигдар Эскин, израильский публицист, политолог и общественный деятель. Фото, Виктор Каратаев, коммерсант. Судьба Курильских островов была и остается внутренним делом России, которая вольно поступать так, как она считает нужным. Опыт Израиля показывает, ничего уступать лучше не надо, а концепция завоевания мира с соседями путем территориальных уступок весьма сомнительна, потому что от этого нет никакой пользы. За ними всегда следовали волна террора, массовые кровопролития, и все это вело совсем не к миру, как предполагалось. Людмила Толобаева, член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Фото, Дмитрий Духанин, коммерсант. Ни с политической, ни с экономической точки зрения отдавать острова нельзя. Эта территория РФ и признать итоги Второй мировой войны японцы должны. Я после первого курса университета проходила практику на острове Шикотан. Мы делали консервы из кальмаров и сайры. И тогда я поняла, какие у нас огромные ресурсы рыбопродуктов. Сегодня на островах развиваются предприятия, бизнес много вложил в них денег. Кроме того, трудно представить, как можно кому-то отдать кусок земли, где живут и работают русские люди. Сергей Станкевич, политолог, эксперт фонда Анатолия Собчака. Фото, Глеб Щелкунов, коммерсант. Принципиально неправильная постановка вопроса вернуть Курилы в обмен на мирное соглашение. Нужно менять термины, мы не можем говорить ни о каком возврате. Иначе получается, что мы вначале что-то незаконно захватили, потом незаконно владели, а теперь возвращаем это законному владельцу. Это категорически недопустимо, потому что означает пересмотр итогов Второй мировой войны и подрывает статус России как государства-победителя. Нам нужны нормальные отношения с Японией, которые сейчас ненормальные. Нужно решить проблему безопасности, исключить наличие там каких бы то ни было военных баз и размещения там вооружений, угрожающих России. Нужно решить проблемы прохода через проливы, как и многие другие вопросы безопасности. Оксана Ризнич, писатель, журналист, житель Курил. Фото, с личной страницы Оксаны Ризнич. VK.com Нет, не стоит. Никакие осиуминутные выгоды не окупят потери уникального во всех отношениях региона. Более того, пора перестать утилитарно подходить к Курилам. Что действительно стоит, так это объявить Курильские острова национальным парком. И если уж говорить об использовании богатейших ресурсов Курил и прилегающих акваторий, то следует руководствоваться принципами устойчивого развития. Татьяна Чайченко, историк, заведующая научно-просветительным отделом Сахалинского областного краеведческого музея. Фото, с личной страницы Татьяны Чайченко в facebook.com Уступать нельзя. Само требование Японии к нам по Курильским островам некорректно и не имеет никакой документальной, юридической, исторической или этической логики. Япония требует острова, которые принадлежали ей по Симотскому трактату 1855 года и от которого они сами фактически отказались. Напав на Россию в 1904 году, русско-японская война, и в 1920 году, напав на север Сахалина в нарушение Портсмутского мирного договора 1905 года. Есть еще и результаты Второй мировой войны, в которой жертвами японского милитаризма стали десятки миллионов, особенно в Китае. Не секрет, что был у них и план нападения на СССР. В результате Второй мировой Япония покинула острова, которые отныне им не принадлежали, издав указы о репатриации своего населения. Сергей Пономарев, председатель Сахалинского отделения Русского географического общества, РГО. Фото, Русское географическое общество, под маркой того, что выполняют якобы обязательства 1956 года, нас пытаются уверить в необходимости всех этих антиконституционных действий. У меня как у председателя Сахалинского отделения Русского географического общества все эти переговоры вызывают недоумение и возмущение, не учитываются ни мнения населения, ни мнения экспертного сообщества, ни конституционные нормы. Надо четко сказать, что не только живущим на Шакатане, служащим на Малой Курильской гряде принадлежат эти острова, а всем россиянам. По представлению РГО в феврале 2017 года Малый остров Гряды получил имя Деревянка, подписавшего 2 сентября 1945 ГО акта капитуляции Японии. Я помог в наречении 20 объектов на Курильских островах, и это касается меня лично как жителя Сахалинской области, на флаге которой изображены те острова, которые собираются отдавать. Группа «Прямая речь» от Путятина до Путина. История российско-японских отношений в цитатах читать далее. Субтитры создавал DimaTorzok